Они пришли как бы с благими намерениями, рассказывали, что там пенсионерам, которые живут в этой квартире, необходимо получить продуктовый набор, надбавку к пенсии, памперсы, одноразовые пеленки и поменять еще пенсионные удостоверения. Прийти обязательно с документами на Советскую 25. И постоянно спрашивали, можно ли поговорить с кем-то из взрослых, наоборот, из молодежи. Это были заученные фразы. Непрошенные гости появились на пороге пенсионерок на минувшей неделе. Две женщины средних лет представились сотрудницами МФЦ. Настаивали на том, что пожилым людям нужно срочно явиться к ним в офис, иначе надбавок к пенсии не получат. Записали даже время работы. Советская 25, в окно номер 4, в понедельник, среда, пятница. Кулешовой Ольге Андреевне. У меня там знакомые работают. Раньше мы на предприятии вместе работали. Ну, я вечером созвонила с девушками и выяснила, занимаются ли они такой работой. Они сказали, что нет. Но работает ли там такая Кулешова? Нет. Сказали, что не работает. То, что визитеры не могли быть их сотрудницами, подтверждает и руководитель Ивановского МФЦ. Все государственные муниципальные услуги носят заявительный характер, поэтому без непосредственного заявления гражданина никакой сотрудник МФЦ не приедет на дом. Случаи, когда доверчивые пенсионеры становятся жертвами мошенников, к сожалению, в наше время не редкость. Чтобы не попасть на удочку лжи соцработников или других злодеев, действующих по аналогичному принципу, важно помнить. Представители госучреждения никогда не звонят, чтобы сообщить какие-либо новости и не приходят. Если, конечно, заранее не получили соответствующую заявку. Если вы в службу не обращались, а ее сотрудники стоят на вашем пороге или звонят по телефону, это повод усомниться и сообщить в полицию. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.